МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телерадио компания Шебекина. В студии Алексей Коновалов. Здравствуйте! День дошкольного работника отметили в Шебекинском городском округе. В зале Центра культурного развития состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к дате. День воспитателя и всех дошкольных работников отмечается в нашей стране с 2004 года, хотя самому дошкольному образованию 159 лет. С самого начала в зале Центра культурного развития сложилась по-настоящему добрая и уютная атмосфера. На мероприятии собрались педагоги, работники детских садов, ветераны дошкольного образования. И, конечно, почетные гости праздника. Когда попадаешь в детский сад, ощущаешь себя дома, ощущаешь атмосферу тепла, какого-то уюта домашнего. Наверное, ни одно, ни образовательное, ни любое другое учреждение таким не бывает. И вот эту атмосферу в своих учреждениях создаете вы. Поэтому здоровья вам, творческих успехов. Так держать, потому что в нашей большой, самой большой отрасли образования, в нашем округе, вы, наверное, ее самое надежное и стабильное звено. Такими оставайтесь. С вами хорошо. Хочу в этот праздничный день пожелать, прежде всего, здоровья, любви всех тех, кто вас окружает. А вас любят маленькие дети, вас любят родители, ну и мы, бабушки, дедушки. Поэтому с праздником! За высокий профессионализм, новаторство, педагогическое мастерство, творческий подход к работе в воспитании детей дошкольного возраста и, конечно же, в связи с профессиональным праздником, лучшим педагогам и воспитателям были вручены благодарственные письма и почетные грамоты. Закончилось мероприятие праздничным концертом, подготовленным творческими коллективами и артистами нашего городского округа. По всей стране проходят флешмобы и акции в поддержку российских солдат, выполняющих специальную военную операцию. Муниципальный дворец культуры не остался в стороне и 23 сентября пригласил зрителей на патриотическую концертную программу «За Россию вместе». Подробности о событии знает Зоя Войтова. Зрителями мероприятия стали юные шбекинцы, участники федеральной молодежной программы «Пушкинская карта». Проект «Пушкинская карта» направлен на популяризацию культурных событий среди молодежи. Творческий проект проходил в рамках мероприятий, направленных на поддержку российских военнослужащих. Программа включала просветительскую и развлекательную части. Искусство объединяет наши души и сердца. И когда мы объединяемся вместе, мы становимся единым целым. И тогда нас уже не победить. В исполнении творческих коллективов и солистов исполнялись песни о нашей любимой родине. Прославлялась великая, могущественная Россия. Тем самым выразилась поддержка всем тем, кто мужественно защищает нашу страну. Проведение столь значимых мероприятий имеет огромное значение для воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и гражданственности, уважения к кратным страницам отечественной истории. Завершилось мероприятие красочным финалом, единением зрителей и артистов. В минувшую субботу в зрительном зале модельного дворца культуры прошел самый красивый городской конкурс «Мисс Шибекина-2022». Окунуться в красоту, грацию и обаяние удалось и нашей съемочной группе. Виктория Страданченко, Елизавета Красникова и Диана Горожанова. Кажется, всего-то три участницы, но это был тот самый случай, когда куда важнее не количество, а качество. И молодые амбициозные девушки это доказали. Конкурс «Мисс Шибекина» — это не только конкурс красоты, но и конкурс пронзительного внутреннего мира девушек. И как оказалось, за красотой каждой участницы скрыт бесконечный мир талантов, доброты, изящества и любви. Конкурс включал в себя четыре конкурсных задания. Резюме один в один, интеллектуальный и дефиле талантов. Не без волнения, но участницы справились со всеми предложенными заданиями, отставив членам жюри решить нелегкую задачу — выбрать победителя конкурса. И пока члены жюри подводили итоги, зрителей развлекали творческие коллективы и солисты Дворца культуры. И, наконец, настал долгожданный момент. Всем девушкам-участницам были вручены наградные ленты с титулами, цветы, сертификаты от спонсоров и сертификаты на получение денежных призов. Ну а победителем конкурса «Мисс Шибекина-2022» стала Елизавета Красникова. Уважаемые шибекинцы и гости нашего города! Вы ищете магазин с выгодными предложениями и большим ассортиментом? Хотите купить продукцию по низкой цене? Нужны гарантии? Тогда вам в Товар-Экспресс! Дорогие друзья, рады приветствовать вас в нашем магазине Товар-Экспресс. С 9 до 8 ежедневно. Магазин находится по адресу улица 50 Лет Октября, дом 7. У нас вы найдете аксессуары для мобильных телефонов, электротовары, хозяйственные товары и многое-многое другое. Наша компания бесперебойно работает с 2006 года. С каждым годом ассортимент продукции расширяется, компания растет и развивается. Но для нас остается важным, чтобы вы и наши клиенты оставались довольными. Мы следим за качеством нашего товара. Наши цены радуют глаз и кошелек, а сотрудники всегда внимательны с каждым клиентом. У Товар-Экспресс имеется еще несколько точек по Белгородской области. Часто покупаю в этом магазине товары, очень доволен. Цены приемлемые и всем рекомендую. Приходите к нам, народ, за покупками вперед! Что-нибудь приобретите, шанс из ста не упустите! Сегодня портал Госуслуг доступен уже не только для физических, но и для юридических лиц. Здесь любые компании, органы власти и иные организации могут получить электронные Госуслуги, а также получить доступ к государственным и муниципальным сайтам и системам. Каким образом в вашей организации воспользоваться порталом Госуслуг? Очень просто! Зарегистрируйтесь! Для этого вам понадобится заранее созданная на портале подтвержденная учетная запись руководителя организации, которую удобнее всего получить, используя квалифицированную электронную подпись. Далее необходимо выбрать опцию создания учетной записи организации и подключить к компьютеру свою квалифицированную электронную подпись. Данные вашей организации заполнятся автоматически из электронной подписи. Останется только ввести информацию о контактах организации. Вся процедура не займет больше пары минут. Получить квалифицированную подпись вы можете в любом удобном вам аккредитованном удостоверяющем центре. Вы сможете сразу же перейти к заказу государственных услуг или получить доступ к нужным порталам. В дальнейшем учетная запись станет электронным паспортом вашей компании при обращении в многочисленные ведомства. Госуслуги. Проще, чем кажется. На этом наш выпуск завершен. Следите за новостями и оставайтесь с нами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова